Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде скандалят работники фирмы «Здоровое питание». Десятки специалистов уже почти год не могут получить свою заработную плату. В суде Октябрьского района рассматривается дело по масштабной афере. Больше ста человек пострадали от квартирных мошенников. Отправляй. Без проблем. Докажешь чем-то? Давай. Без проблем. Докажешь чем-то? Я тебе документально писала? Писала я тебе документально? Заявление напишешь? Я тебе навстречу. Ты этого хочешь? Компания «Караганды Жарык» объявляет начало ежегодного конкурса граффити «Энергия лета». В Караганде скандалят работники фирмы «Здоровое питание». Десятки специалистов уже почти год не могут получить свою зарплату. Большинство из них просто нечем кормить свои семьи. Добиться собственных денег отчаявшиеся люди решили через суд. Однако положительного результата до сих пор нет. Все эти люди долгое время охраняли строительный объект. С каждым из них фирма «Здоровое питание» подписала трудовой договор. Но своих обязательств по зарплате так и не выполнила. Задолженность подрядной организации перед рабочими превышает 4 миллиона тенге. Здесь ничего не производилось. Подрядчик не платит деньги. Поэтому работа на заводе остановилась. А ведь предприятия построили по государственной программе. Уже больше года скандалы с начальством и жалобы в разные инстанции не приносят никаких результатов. Говорят, терпели, потому что боялись увольнения. Но сейчас даже пообедать не на что. А на обеспечение семьи денег и вовсе нет. С пустыми карманами остались еще 10 рабочих. Мы в Генеральную прокуратуру два раза писали жалобы. В Нуратан, в Акимат. Они принимают наши жалобы, но не реагируют на них. Жалобы и письма охранников дошли и до судебных исполнителей. Однако решить проблему они не в силах. Потому что фирма объявила о своем банкротстве. В связи с тем, что должника отсутствуют денежные средства на банковских счетах, достаточных для погашения задолженности, судебным исполнителям наложен арест на имущество, а также составлена опись данного имущества. Сейчас решается вопрос о выставлении арестованного имущества на торги. И с его реализацией будет погашена задолженность по выплате заработной платы. Как оказалось, помимо невыплаты зарплат, у фирмы накопился долг из-за коммунальной услуги. Потому предприятие осталось без света и воды. Тем временем отчаявшиеся люди готовы написать письмо даже президенту. В суде Октябрьского района рассматривается дело по масштабной афере. Больше ста человек пострадали от квартирных мошенников. Люди, чтобы получить квартиры в Караганде, залезли в большие долги. А некоторые даже взяли кредиты в банках. Однако они так и не исправили новостей. В прошлом году Ольге Ларионовой одна знакомая предложила приобрести новую квартиру. Стоять в очередях на получение жилья от государства очень трудно и долго, признается женщина. Поэтому ей предложили легко уладить этот вопрос. Правда, за 5000 долларов. Ольга нашла часть денег, влезла в долги и заняла часть у друзей. Квартиру ей предлагали предоставить в любом районе Караганды на выбор. В феврале 2015 года Ларионова должна была получить квартиру. Но все оказалось просто обманом. В общем-то, как бы особо так сомнений-то не появлялось. Потому что все это так, это и Акимат, и УЖКХ, и печати. И в этой, ну, сложилось, тем более, что Бахет как бы проверила, что действительно на Акимате работает, что списки есть и все крючее. Ну, поэтому вот, извините, подписалась. В такой же ситуации официально оказалось 102 человека. Не все люди еще обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело и начато расследование. В ходе следствия было обнаружено, что аферами с квартирами занимались две женщины. Одна непосредственно якобы занималась делами карагандинцев, а другая принимала деньги. Пришло много людей, я не могу сказать, что 102 человека. Ну, где-то человек 60, наверное, было. Но судебного процесса не произошло. Так как осужденные, значит, Суслова Карина не предоставила своих двух адвокатов. Якобы они были не оповещены, не смогли быть оповещены. Возмутило всех. Как это так? Столько людей были оповещены, а вот адвокаты Карины не были оповещены. В следствии прошло, мы с обвинительным актом все ознакомлены, с видео все посмотрели. И там, знаете, прекрасно видно, что эти два, еще два человека, там, три девицы, да, они все виноваты. До сих пор деньги они не вернули. Суда пока еще не было. Вот почему вот эти вот три девушки, Бигенова Альмира Сагатовна, Уналбаева Лаура и Суслова Карина Жанатовна, почему они вот гуляют до сих пор на свободе? Вот меня это вообще убивает. Пострадавшие люди хотят, чтобы мошенники вернули им деньги. Встречи с продавщицами, квартир ни к чему не приводят, а только лишь к скандалам. Откравляй. Без проблем. Докажешь чем-то? Докажу. Давай. Без проблем. Докажешь чем-то? Я тебе документально писала? Писала я тебе документально. Я писала. Заявление напишешь? Я тебе навстречку напишу. Ты этого хочешь? Хочу. Давай без проблем. Пострадавшие люди настаивают на том, чтобы подсудимых все-таки взяли под арест. Однако добиться пока этого не удается. В конце июля состоится очередное судебное заседание насчет квартирных афер в Караганде. Наш телеканал будет следить за ходом следствия. Николай Кровец, Эден Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Казахстан поднимает на новый уровень перерабатывающие отрасли сельского хозяйства. Как государство решило заинтересовать производителей на селе, рассказал вице-министр сельского хозяйства республики Ермек Ущербаев на совещании в Карагандинском областном окемате. Сегодня государство старается создать комфортные условия для переработчиков первичной сельхозпродукции. Основная проблема – это налог на добавочную стоимость. Всем известно, что производители этот налог не платят, а НДС для переработчиков – непосильное бремя, которое ведет к заоблачному подорожанию новой продукции. Мы сейчас стараемся создать подобную систему, при которой бы заготовительные организации отыграли бы более важную, правильную роль в формировании поставок на перерабатывающие предприятия, и чтобы у перерабатывающих предприятий те средства, которые сегодня затрачиваются на выплату первоначального НДС, могли быть использованы должным образом по назначению для расширения и развития производства. Необходимо расширять мощности переработки и создавать конкурентно способную продукцию и получать дополнительные финансовые ресурсы. В соответствии с законом введен новый вид государственной поддержки производителей хельхозпродукции. Это субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость. Для стабилизации введения агробизнеса создаются заготовительные организации в сфере агропромышленного комплекса, которые будут работать в форме аккредитованных юридических лиц. Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Вперед навстречу трудностям. По таким лозунгам 30 юных активистов нашей области отправились сегодня в поселок Топар. На одной из зон отдыха для них проведут учения и тренинги. Все для того, чтобы воспитать в них устойчивость при чрезвычайных ситуациях. Выездной лагерь продлится до 24 июля. Чему же будут учить молодежь и на что рассчитывают сами участники, узнавал наш корреспондент Аймамрина. 30 юных парней и девушек во главе с работниками Центра по работе с молодежью собрали свои чемоданы. В 10 утра они тронулись в путь – пункт назначения зона отдыха в поселке Топар. Там участники выездного лагеря готовы пройти боевое крещение в виде тренингов, учений и мастер-классов. Одна из участниц сегодняшнего похода Карина Жиксенбек состоит в Ассоциации молодых органов самоуправления. Девушка принимала активное участие в ликвидации последствий паводков. Считает себя лидером. Хочет научиться оказывать первую помощь пострадавшим. Именно для этого девушка и приехала сюда. Все это как агитация молодежи, чтобы они стремились улучшить город, улучшить все, что окружает нас. Чтобы они старались прогрессировать в дальнейшем. В выездном лагере задействованы и общественные объединения, такие как «Мир добра» и «Общество красного полумесяца». В течение нескольких дней отдыхающим участникам будут показаны приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а также проведены тренинги для воспитания крепкого и устойчивого духа будущего поколения. Затем мы будем показывать элементы профогорания, элементы стрессоустойчивости и будем учить навыкам межличностного общения. Это вот что важно именно лидерам. Двухдневная встреча пройдет динамично. Организаторы обещают, скучать не придется. Аймамлина Олжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Подозреваемый в убийстве 28-летней Ирины Шевченко просидит в следственном изоляторе два месяца. Сегодня районный Казбекпийский суд номер один города Караганды санкционировал его арест. После тщательного расследования его дело передадут в суд, где ему вынесут окончательный приговор. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу по телефону судья районного Казбекпийского суда номер один Ирхеш Молкен сообщила, что сегодня было удовлетворено уходотайство управления внутренних дел города Караганды и ею санкционирован арест подозреваемого мужчины сроком на два месяца. Преступник в суде признал свою вину. Родные убитой девушки на заседании не присутствовали. Они в это время находились на похоронах. Я его санкционировал сроком на два месяца. В данное время идет досудебное расследование по факту убийства Ирины Шевченко. Напомним, 16 июля девушка собиралась показать свой автомобиль потенциальному покупателю, но домой так и не вернулась. Автомашину пропавшей девушки сотрудники полиции нашли в одном из дворов только на следующий день поиска. При проведении оперативных мероприятий задержали преступника. Им оказался 24-летний мужчина. Николай Кровец, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Осторожно, бомба. Полицейские из Симиртау задержали молодого человека, который сообщил о заложенном взрывном устройстве. Правда, это всего лишь оказалось шуткой подростка. Как сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области, 21 июля на телефон 112 поступило сообщение от неизвестного парня о том, что в одном из домов якобы заложено взрывное устройство. На место вызова были стянуты все правоохранительные органы и службы экстренного реагирования. При обследовании дома саперами взрывного устройства не обнаружено. При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 18-летний житель города Тимиртау. На данный момент он водворен изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Сотрудники спеццентра Караганды установили, что сразу несколько женщин заразились от одного мужчины чумой 21 века. Причем двое из них даже были замужем за этим человеком. Все они рассказывали о том, что их бывший партнер зарабатывает на жизнь частным извозом. Специалисты спеццентра выяснили, что все женщины рассказывают об одном и том же любовнике. И таксист знает о своем статусе. Мужчина относится к лицам, употребляющим инъекционные наркотики. Но проходить положенный при его статусе курс лечения отказывается. Рост занятий позволяет ему быть в центре общения и легко заводить новые знакомства. Со своей стороны обратились к этим женщинам, чтобы они обратились жалобами или заявлением правоохранительными органами, чтобы действительно такое намеренное заражение, чтобы не осталось без. Привлечь к ответственности опасного извозчика полицейские пока не могут. Ни одна из пострадавших не написала заявление в полицию. Сотрудники спеццентра предполагают, что жертв, которых заразил таксист, может быть и больше. Мужчина продолжает разъезжать по городу и заводить новые знакомства. Николай Кровец, Эденжакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В спеццентре Караганды уже третий год работает клуб знакомств для людей со статусом ВИЧ. Здесь проводят не только психологическую помощь, но и проводят тренинги о том, как правильно рассказать о своей болезни близкому человеку. Когда люди узнают о своем статусе ВИЧ, они испытывают депрессию, подавленность и даже шоковое состояние. Все это, конечно, отражается на его жизни. Они начинают переживать и зацикливаться на своей болезни, думая о том, что человек не сможет создать семью и иметь детей. Человек себя чувствует изгоем, отверженным. Конечно, как психолог я обращалась к различным мировым практикам, как можно помочь человеку, потому что одна психологическая поддержка психолога – это недостаточно. И вот мы создали группу взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ. Два раза в месяц группа ведет прием граждан с ВИЧ. Здесь собираются люди и разговаривают, общаются, обсуждая между собой, как можно лечить инфекцию. Ведь сегодня в мире существует множество различных препаратов, которые помогают бороться с опасным заболеванием. Еще одна из целей группы – это психологическая поддержка в плане знакомства. То есть на нашей группе знакомятся молодые люди, встречаются, обмениваются телефонами. И им легче друг друга понимать, потому что у каждого из них есть за спиной этот статус, диагноз. Очень часто люди, которые приходят в клуб, говорят о том, что они не хотят знакомиться с другой девушкой или женщиной. Все дело в том, что человеку снова приходится рассказывать о своей болезни. Вдруг новый друг не поймет тебя или отвернется. Для этого в клубе проводят специальные тренинги, на которых доступно объяснят, как раскрыть свой настоящий статус партнеру при знакомстве. После чего люди изменяют свой образ жизни и даже регистрируют отношения в ЗАГСе. По официальной статистике, за последний год только пять человек, зараженных ВИЧ-инфекцией, связали себя узами брака. Николай Кровец, Аденжакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Внимание к граффити! Компания «Караганды Жарык» объявляет начало ежегодного конкурса граффити под названием «Энергия лета». Молодые художники могут принести свои эскизы в головной офис компании по адресу Муканова 57-3. Заявки принимаются до 1 августа. Конкурсные темы приурочены к трем знаменательным датам. 20-летию Конституции, 70-летию Победы и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Узнать подробнее условия участия в конкурсе и познакомиться с прошлогодним победителем решил и наш корреспондент. Участники конкурса «Энергия лета» должны разрисовать трансформаторные подстанции. За четыре года уличные художники расписали более 300 таких стен. Компания «Караганды Жарыг» единственная в Казахстане поддерживает искусство граффити и позволяет художникам заниматься им легально. Айдар Мунайбасов выигрывал в этом соревновании на протяжении двух лет. Молодой художник занимается живописью с детства. Парню 26 лет. Свои творения он называет спонтанными. Хотелось бы, чтобы люди иногда нажимали на паузу и оглядывались по сторонам. Потому что по сторонам все-таки много чего красивого бывает в жизни. Красоту природы Айдар понимает по-своему. Отражает все это с помощью небольших баллончиков краски. Стоят они, к слову, недешево. Тысячи тенге за одну штуку. На творение прошлогоднего шедевра, которым он занял первое место, ему понадобилось 15 баночек. Благо организаторы конкурса «Караганды Жарыг» взяли все расходы на себя. Да еще и наградили Айдара 150 тысячами тенге и грамотой Акима области. В этом году парень планирует попробовать свои силы еще раз. К тому же художник мечтает разрисовать площадь центрального парка граффити в стиле 3D. Пока парень ищет спонсоров. Встретившись с нами, Айдар решил продемонстрировать свои умения и за считанные секунды нарисовал логотип нашего телеканала ТВ-1. «Караганды Жарыг» – это единственная компания, которая помогает в таких творческих проектах. Благодаря ей я и сотни человек, наверное, проявили себя творчески очень. Это очень полезно и это большой вклад в развитие творческой молодежи. Развиваться вместе с «Караганды Жарыг» могут школьники, студенты и представители рабочей молодежи. Организаторы граффити батла хотят сформировать в участниках позитивное отношение к жизни. Проводится он пятый год подряд. Первый стартовал в 2011 году. С тех пор проведение конкурса стало доброй традицией. «Это свобода самовыражения, это возможность сделать. Они не боятся, никого-то не пугаются, что на подъезде они что-то разрисуют. Это официально, все легально, какой-то варивый, думывай, пробы. Вот я бы хотел это подчеркнуть. Пусть ваше творчество отражает вашу мысль, ваш полет фантазии». Итак, для участия в конкурсе граффити вам достаточно хорошо рисовать и прислать свой эскиз до 1 августа в головной офис компании «Караганды-Жары» по адресу Муканово, 57, дробь 3. Тема конкурса приурочена к 20-летию Конституции, 70-летию Победы, 20-летию Ассамблеи народов Казахстана, а также жизни в большом городе. Аймам Ренажа, Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Амансов, Олмстер. Субтитры создавал DimaTorzok